Приветствую вас, дорогие мои водолеи, с вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на тему любовь, сердечные дела. Прогноз будет состоять из двух частей. Первая для тех, кто имеет пару, а вторая часть будет для тех, кто свободен, находится в поиске. Итак, дорогие мои, какие события вас ожидают в любовной сфере за период март-апрель-май 2020 года? Начнём с для тех, кто имеет пару. Итак, какие события ожидают вас? К чему они приведут? Вот, совет карт Таро. Дальше. События в личной жизни для тех, кто свободен. Какие события вас ожидают? Свободные водолеи. К чему они приведут, эти события? И совет карт Таро. Итак. Начнём. Всё нормально, всё видно вроде. Для тех, кто в паре. На событии у нас выпала карта Шут и карта Повешены. Очень интересное сочетание, скажу я вам. Интересные, любопытные события. Ну, во-первых, карта Шут, она всегда говорит о чём-то новом. То есть, ваши отношения могут поменять ракурс. Они могут поменяться в сторону улучшения или каких-то кардинальных изменений. Всё-таки старший Аркан, он всегда говорит о более значимых изменениях, чем, допустим, младшие Арканы. Это может быть, конечно, разное проявление. Тем более у нас тут ещё и повешены. То есть, можно сказать, что не исключено, что это вынужденные изменения. Обстоятельства заставят вас поменять свой подход, поменять своё поведение, свои привычки. Ну, в общем, свои отношения к партнёру. Это касается как мужчин, так и женщин. В данном случае, независимо, кто смотрит данный прогноз. Если женщина, значит, вполне возможно, что это вы так поменяете свои отношения. Либо к вам партнёр изменит отношения. Если мужчина смотрит, то аналогично. К чему это может привести? Ну, во-первых, это может привести к замораживанию каких-то процессов. Может быть, привести к каким-то переживаниям. В том числе к переживаниям внутреннего характера. Не обязательно они будут иметь, скажем так, под собой основания. Вот просто вам вот так показалось. И вы начинаете ожидать каких-то не совсем приятных последствий, не совсем приятных событий. И поэтому вы, естественно, начинаете переживать. Может быть, даже замыкаться в себе каким-то образом. Если вы что-то там планировали, начать какие-то поступки или дела в отношении своего партнёра, то вполне возможно, что произойдёт приостановка вот таких телодвижений, скажем так. Ну, карта Старо, они советуют, что не делайте скоропалительных выводов. Здесь у нас двойка жезлов. Оглядитесь, присмотритесь, изучите основательно, изучите обстановку, а уже потом делайте какие-то выводы и какие-то шаги по изменению. Или наоборот, если вы, допустим, начали раньше ещё какие-то проводить действия, на чём-то настаивать, к чему-то побуждать своего партнёра или партнёршу, что-то заставлять его делать, или, допустим, что-то... Или начать какой-то, ну, расставательный, что ли, расставательный процесс. То есть подумывайте, что пора, однако, заканчивать. Вот. То в данном случае карта Старо советует, что пока не торопитесь, пока не торопитесь. Ну, конечно, могут и обстоятельства всё-таки. Карта Шута, она всегда говорит о какой-то неожиданности. События, которые, в общем-то, вы и не предполагали, что они могут произойти. То есть что-то извне, вполне возможно, могло повлиять на ваши отношения. Ну, может быть, знаете, как бывает. Не то сказал, не то сделал, не туда посмотрел, не на того посмотрел, или не на ту посмотрел, понимаете. Вот. Что-то там пригрезилось, что-то показалось, и вот оно на ровном месте, как снежный ком, пошло, пошло, пошло. Ну, учитывая всё-таки, что девятка мечей, надо предполагать и жертвенность. Вот эта жертвенность, она, скорее всего, конечно, не говорит о каких-то таких, знаете, радужных каких-то изменениях, скажем так. Ну, тем не менее, тем не менее, расстраиваться раньше времени не стоит. Если у кого-то отношения и так нормальные, то, в принципе, ничего может не измениться. Ну да, можете вы какие-то, знаете, поблажки своему любимому или своей любимой делать. Ну, мы всегда это делаем, в принципе, ничего такого, как говорится, в этом нет. Какое-то время, как говорится, учитывать слабости партнёра или партнёрши, потакать слабости. Ну, да, можно в какой-то период это и поделать, но потом, как говорится, всё равно всё войдёт в обычное русло. Вот такие пироги у вас нарисовались, дорогие мои водолеи. Ну, я иду дальше. Свободные водолеи, что у вас тут на события? На события выпала сила и дама жезлов. Ну, можно сказать так. Перевод для вас будет довольно энергичный. Что-то вы как-то, знаете, проснётесь, что ли, я не знаю. Или придёт вам мысль в голову, что пора, однако, что-то менять. Что-то менять в личной жизни. И я даже могу сказать, вполне возможно, что вы такую бурную деятельность начнёте в этом плане. Особенно это касается женщин. Кто, вернее, если вы женщина, смотрите прогноз. Вот, начнёте предпринимать очень активные усилия. Как говорится, энергия будет брызгать в разные стороны. Если вы мужчина, то в вашем окружении может вполне появиться женщина. Или поклонница, или вы кого-то сприметите, и она вам понравится. И как-то начнёте своё обращать на себя внимание. Но может и так оказаться, что эта женщина, она не будет сильно ждать, когда вы там, как говорится, это самое, разовлёте. Приступите к решительным, скажем так, шагам. Вот, она сама может взять всё в свои руки и сама продвигать ваши отношения в том русле, в котором ей нужно. Так что, будьте готовы к этому. Тем более, видите, у нас карты показали, к чему вот эти события приведут. А приведут они к тому, что ваша личная жизнь, она может поменять русло. То есть, вот то, что было раньше, оно может закончиться и начаться какая-то новая полоса. Новая полоса. Ну, насколько вам это понравится, сложно сказать. Тем не менее, возможно даже, возможно, вас это несколько напугает, насторожит, что ли. Потому что слишком активно будет проходить, возможно, вот этот весь процесс знакомства, развития отношений. И накаливаться будут ваши чувства, может быть, ваш партнёр будет слишком активен, может, вы сами, как говорится, активно начнёте пробивать. И бояться будете, настолько вам понравится женщина или мужчина, что вы будете бояться, что, а вдруг она потеряется, или он потеряется. Если вы будете предпринимать усилия, предпринимать какие-то такие шаги, чтобы как можно быстрее завоевать. Ну, естественно, вот это активное завоёвание, оно, конечно, может чем-то даже напугать вашу новую партнёршу или нового партнёра. Что советует нам Таро? Здесь у нас выпала семёрка мечей. Ну, как Таро советует обдуманно подходить к отношениям, к завязыванию новых отношений, нового союза. Не пороть, как говорится, горячку, всё систематизировать, структурировать, просчитывать все свои шаги, все свои слова, все свои действия. Ну, и тогда, как говорится, всё у вас сложится и всё получится. Вот такой прогноз получился, дорогие мои водолеи, на весенний период. Что получилось, то получилось. Мне остаётся только пожелать вам любви, здоровья, чтобы у вас всё было, чтобы весна вам принесла больше позитива от отношений и от отношений со своей парой, которая у вас есть, и от новых отношений. Вот. В общем, дорогие мои, счастья вам, ещё раз счастья и ещё раз счастья. И до новых встреч на моём канале.